Станислав Дуганов демобилизовался со срочной службы 37 лет назад, как раз в разгар Холодной войны. Три года солдатской работы во Вьетнаме и на Камчатке старшина запомнил хорошо. Тихий океан не всегда тих и безмятежен. Не добавляли спокойствия и американские аквалангисты. Приходилось морпехам их отлавливать. Там уже у нас береговая охрана. Нашли костюмы ихние. У них свои костюмы, у нас свои. Вычислили. Дальше уже работала милиция. Кроме взрослых морских пехотинцев, на митинг собрались и морпехи школьного возраста. Со знаменами и красными гвоздиками. Конечно же, одетые в знаменитую форму черного цвета. Не зря в годы Великой Отечественной враг прозвал их черной смертью. Только победа, только вперед. Там, где морпехи, там враг не пройдет. Звание высокая гвардия флота. Носит по праву морская пехота. Свои поздравления в День морской пехоты передал депутат Окружной думы Владимир Семенов, отметив в своем послании уникальную боеспособность этого рода войск. Там, где вы, там победа. С праздником вас! Ура! Ура! Морскую пехоту создал еще Петр I 314 лет назад. Все три столетия морпехи верно служили России. А Россия всегда помнила их подвиги. Помнит и теперь. Андрей Валикжанин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Шагов марк!